Из бесед Святаго Иоанна Златоустова на книгу Бытия Слово Божие есть духовное сокровище, и как получивший из вещественного сокровища и один камень часто приобретает великое богатство, так и здесь добродетели праведных, если мы захотим быть внимательными, могут принести столь великую нам пользу, что и у нас возбудится в ревность подражанию им, а таким образом и мы можем удостоиться такого же, как и праведники благоволения Божия. Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Деяние 10.34 Так что если захотим, ничто не воспрепятствует и нам получить такую же или еще и большую помощь свыше. Если Он увидит, что мы с своей стороны прилагаем все возможные старания и угодно Ему предпочитаем человеческому, то покажет и Сам такое о нас попечение, что мы сделаемся во всем непреоборимыми. Мы имеем врага постоянного, имеющего непримиримую к нам ненависть, потому мы должны быть неусыпны, чтобы побеждать к козне Его и стать высшей стрелы Его. А победить мы не иначе можем, как если добродетельную жизнь и приобретем в себе содействие свыше. Лучший же образ жизни есть жизнь чистая. Это есть основание и корень добродетели. Кто твердо положит такое основание, тот уже легко не припобедит все прочее. Не одолеет его ни страсть к богатству, ни любовь к славе, ни зависть, ни какая-либо иная страсть. Как же это скажу? У кого совесть чистая и свободна от всякого пророка, в том будет обитать сам Господь всяческих. Блаженны сказано чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Матфея 5,8 Когда же кто удостоится иметь его в себе, будет находиться в таком состоянии, как только лишь облеченный телом, и ко всему человеческому будет показывать совершенное презрение, все видимое явится такому человеку тенью и сном. Как бы уже на небе, имея пребывание, он не захочет ничего в настоящей жизни. Такого был Павел, учитель вселенной. Почему восклицал он, говоря, Вы ищите доказательства на то, Христос ли говорит во мне? 2 Коринфянам 13,3 И еще Уже не я живу, но живет во мне Христос. Галатам 2,20 И еще Если ныне живу воплоти, верую живу. Видишь ли здесь мужа, облеченного телом, но о всем говорящего так, как будто имел жребий бесплотного существа. Ему все поревнуем, будем умерщвлять члены плоти и сделаем их бездейственными для греха. Таким образом мы можем представить их Богу, как благоугодную жертву. Ты видишь нечто новое и странное в такой жертве? Когда члены плоти становятся мертвыми, тогда наиболее они делаются удобоприемлемы для жертвы. Почему же и для чего? Потому что это жертва духовная и ничего чувственного не имеет. В жертве чувственной не только все мертвое отвергается, но даже и живое, как скоро имеет какую-нибудь порчу. Никогда не может быть приятную жертвой. Так было узаконено изначало и непросто. А для того, чтобы мы через такое наблюдение над бессловесными мало-помалу приводимы были к тому, чтобы приносить с таким же вниманием жертву духовную и разумную. Там, в чувственных жертвах, порча состоит, например, в отсутствии уха или хвоста у животного. Здесь, в жертве духовной, в лукавстве, похоть и роскошь и сребролюбие и всяком грехе. Там от жертвенного животного требовалось здоровое и чуждое всякое порча состояние. Здесь надобно сделаться мертвым для мира и таким образом приготовлять себя самого в духовную жертву. Не оставим этого без внимания, но, утвердив это в своей мысли, постараемся оказаться не хуже иудеев, показавших такую наблюдательность, когда не служили сене. Они еще сидя при светильнике, имели такую осмотрительность в рассуждении своих жертв. Мы, сподобившись озариться солнцем правды и от сеней, будучи уже приведены к истине, покажем подобную же тщательность в отношении к жертве духовной. Не будем оставлять без внимания даже грехов, почитаемых малыми, но каждый день будем требовать от самих себя отчета и слова, и возглядах, и подвергать себя наказанию, дабы избавиться от наказания в будущем веке. Поэтому и Павел говорит, «Ибо если бы мы судили сами себя, не были бы судимы». 1 Коринфянам 11.31 Так что если здесь будем судить самих себя в повседневных прегрешениях наших, то избавимся от строгости будущего суда. Если же не родим, то судим мы, говорит Павел, от Господа наказуемся. Итак, наперед будем судить сами себя с полной искренностью, войдем в судилище совести, где нас никто не видит. Так станем испытывать свои помыслы и произносить над собой суд правый, чтобы наш ум, страшась будущего суда, воздерживался от увлечений, обуздывал бы свои порывы и, представляя себе, то не дремлющего ока заграждал вход к себе дьяволу. Что мы страдаем от собственного нерадения, это очевидно показывает опыт. Если бы мы немного захотели воспрянуть духом, мы отрясли бы, как прав, все его дьяволы козни. Так, когда падаем в грех, не от насилия его дьявола терпим это, а от собственной беспечности. Он одолевает нас не силой и принуждением, а только обольщением. А в нашей власти не увлекаться обольщением, если хотим только немного бодрствовать и трезвиться. Не потому, однако, что мы сами по себе имели такую силу, но потому, что в таком случае мы удостаиваем всей помощи свыше. Когда мы со своей стороны покажем старания, тогда и от Господа все последует. Будем же, прошу, трезвиться, и, зная ухищрение лукаво, будем постоянно бодрствовать и молить Бога, чтобы Он подал нам свою помощь в борьбе с дьяволом. Таким образом, мы сделаемся неодолимы и избежим его ухищрений, и будем пользоваться помощью Божию, и вечных благ достигнем, что и да будет дано всем нам, благодатью человека, любием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пахи, Пахи, Миром Господу, помолимся. Господи, помилуй. Боже Твоей благодатию. Господи, помилуй. Пресно, Твою, Пречистую, Преблагословенную, Иславную Владычицу Нашу Богородицу, Пресно, Деву, Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе, друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадим. Имея, Господи, как Твоя держава и Твое царство, силы и слава, Свои сыны и святого Духа, ныне пресно, и во веки веков. Аминь.